Добрый день, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за тем, что же интересного произошло за последний торговый день и что интересного будет сегодня. Если у вас была возможность заглянуть в содержание экономического календаря, думаю, что вы уже прекрасно заметили, что денек обещает быть очень интересным, потому что сегодня фактически нас ожидает день ВВП. В частности, эти данные сразу выйдут по Канаде, по Британии. Помимо всего, мы будем следить за состоянием американского рынка труда, потому что сегодня, опять же, предвосхищающий отчет пятничный non-farm barrels – это изменение числа занятых от ADP. В частности, эти данные мы будем анализировать сегодня в 15.15 по московскому времени. Но обо всем поговорим по порядку. Давайте не будем нарушать наш традиционный сценарий. Начнем с наших первичных вступительных активов. Ну и также хочу отметить, что сегодня, собственно, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках компании Amarkets. Воспользоваться этим бонусом можно будет до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Соответственно, чтобы получить бонус на пополнение, нужно связаться с вашим персональным менеджером, сказать о том, что вы знаете этого кодового слова, и, разумеется, поменять его на бонусы. Величина сегодняшнего бонуса – 7%. Я думаю, что хорошая возможность, чтобы повысить покупательскую способность, разумеется, в ваших депозитах. Ну а теперь давайте переходить к нашим первоначальным вступительным активам, как я уже отметил. Это, разумеется, динамика нефти. Мы видим то, что, согласно актуальным котировкам, Brent торгуется в районе 47.91, то есть 48 уровень держится уже длительный период времени. В частности, уже несколько недель идет проторговка в диапазоне 46-49 долларов за баррель. Никак не находится должного фундаментального ускорения, которое может оказаться причиной образования, скажем, трендовых движений. Но мы, разумеется, делаем ставку на то, что с большей долей вероятности это трендовое движение будет направлено вниз, потому что мы очень хотим добраться до нашей стратегической цели, находящейся сейчас на значении 45 долларов за баррель. Из актуального новостного фонда. Вчера, как и всегда во вторник, разумеется, мы анализируем данные по запасам нефти в США. Это сначала частная оценка API, после в среду мы переключаемся уже на официальные данные от Минэнерго США, в частности, API. Запасы нефти выросли на 4,6 миллиона баррелей. Получается, что наши предположения касательно того, что с этой недели мы, скорее всего, вернемся к сезонным факторам и обстоятельствам повышения запасов из-за, опять же, сезонного недостаточного эффекта загруженности нефтеперерабатывающих заводов, они уже начинают проявлять себя. Поэтому дождемся сегодня официальной статистики, но я думаю, что мы, скорее всего, также увидим, как и, согласно оценке API, увеличение запасов, что, в целом, позволит нам использовать уже и локальные факторы соответствующего давления на позиции черного золота. Даже несмотря на рост запасов, вчера мы видели то, что Brent все равно торговался с легким повышением. Может быть, это связано с тем, что трейдеры почему-то по-прежнему ожидают, что производство нефти в США будет сокращаться. Но еще раз напомню, что на ожиданиях далеко не уедешь. Все-таки давайте не отходить от наших традиционных факторов анализа. Это статистика и реальный, действительно подтвержденный фундамент. Поэтому сейчас мы не можем говорить о том, что запасы нефти будут серьезно сокращаться и дальше. Но даже если это и произойдет, у нас есть нейтрализующий фактор. Это соответствующее параллельное увеличение объема производства в рамках ближневосточного картеля. Поэтому эффект, опять же, баланс, он соблюдается. И в целом этот эффект не позволяет нам отказаться от глобальной идеи, связанной с переизбытком энергоресурсов вообще в мировой экономике. И плюс ко всему, постоянным снижением объема потребления, рисков падения спроса из-за актуальной и очень неприятности ситуации, которая сейчас вкладывается в отношении всей мировой экономики. Китай тому явное подтверждение. Поэтому наша цель по Brent остается прежней, неизменной. Мы, разумеется, делаем ставку на возможность сохранения, опять же, коррекционного вектора и ждем уровень 45. Завтра на азиатской торговой сессии ранним утром в 4.45 по московскому времени будут обновлены данные по эндексу производственной активности Китая. Соответственно, только уже в ходе завтрашнего брифинга мы сможем подвести итог этого макроэкономического фона. Но если у вас будет возможность проанализировать этот отчет раньше того, как, собственно, вы посмотрите брифинг, я думаю, что он напрямую повлияет на позиции черного золота. Я считаю то, что индекс в очередной раз снизится, потому что он уже находится ниже некуда. И за последний месяц, на самом деле, никаких позитивных прорывных движений положительного толка в рамках китайской экономики не произошло. Поэтому ждем снижения индекса даже ниже 47 пунктов. То есть это уже гораздо ниже того рубежа, который отделяет восстановление от стагнации, рискующей перерасти в рецессию. Хотя здесь уже по индикатору в рамках Китая можно говорить о полноценной рецессии. И, соответственно, ждем, что уже с большей долей вероятности Brent окажется под неплохим фундаментальным прессом уже с завтрашней азиатской торговой сессии. Что касается российской валюты, актуальные котировки на премаркете 65,78. То есть рубль также торгуется в узком диапазоне. Конечно же, трейдеры и участники рынка уже заскучали, учитывая то, что на прошлые недели и месяцы мы видели очень неплохие движения, волатильные торги в рамках одной торговой сессии. Но я думаю, что стоит еще немножко подождать. И ситуация, наверное, вернется к прежним активным трендам, активным движениям. И я напомню то, что наши ожидания по-прежнему предполагают возможность еще большего ослабления позиций российской валюты. И за закрепление, ну хорошо, не будем говорить пока про закрепление, по крайней мере, хотя бы движение USDRAB в район 70 против доллара. Поскольку я уже сделал ставку на то, что Brent будет испытывать соответствующее давление, позиция в отношении российской валюты также понятна. Налоговый период себя не оправдал, уже можно его осписывать со счетов. И, соответственно, следим сейчас за актуальными котировками нефти. Напомню, что для российского бюджета по-прежнему справедливо правило, исходя из простой математической формулы, что стоимость Brent'а должна находиться примерно в районе, в рублевом эквиваленте, от 3200-3300 рублей. Поэтому, если переводим, опять же, актуальные котировки Brent'а на актуальный курс, получается значение меньше, значит, можете за большой долей вероятности говорить о том, что речь может пойти об отложенном эффекте, и, соответственно, можно будет ожидать на верстывание упущенной и, скажем, недополученной прибыли через еще один раунд девальвации рубля. В общем, мы ждем еще одного ослабления, и, соответственно, движение к нашей долгосрочной цели по рублю это примерно рядышком с уровнем 70. Пока новостной фонд располагает к тому, что от идеи, направленной на ослабление российского валютного актива, пока отказываться не стоит. Чтобы далеко не отходить от сырьевых активов, давайте коснемся золота. Помню, что в ходе правильного понедельника, вебинар, который прошел, соответственно, в понедельник, большое спасибо всем, кто принял участие. Был задан вопрос касательно перспективы золотого актива. Я обещал то, что освещу конкретные цели во вторник, но, к сожалению, прошу прощения, каюсь, забыл, а сегодня я, собственно, пытаюсь реабилитироваться. Что мы имеем по золоту на текущий момент? Актуальные котировки 1125,50. Это за тройскую умсу. Мы видим то, что золото уже пятую или даже шестую торговую сессию подряд находится под серьезным прессом. И вот этот новый локальный тренд, который рискует перерасти в долгосрочный, явно указывает на то, что золотой актив продолжает стремиться к тем целям, которые мы поставили очень давно. В частности, когда я готовил ежегодный обзор, я отмечал то, что до конца этого года нефть легко сможет оказаться ниже 1100 долларов за тройскую умсу и подойти вплотную даже к отметке 1000. Сейчас этот сценарий, конечно же, он сохраняется, потому что фундаментально картина, наверное, только ухудшилась для золотого актива. В частности, мы видим то, что ключевой, наверное, даже основной темой, опять же, для золота сейчас является именно динамика, которую показывает весь товарно-сырьевой рынок. Спрос уже не такой, какой мы наблюдали несколько лет назад. И мы видим то, что золото действительно испытывает серьезные проблемы. Вообще, корреляция с снижением цен на прочие сырьевые и товарные инструменты, она сохраняется. Золото явно не пользуется спросом. Тем более, что если мы делаем ставку на возможности уточающих макроэкономических данных по Китаю, мы прекрасно понимаем то, что стоит ситуация усугубиться еще сильнее, значит, это непременно скажется на объемах потребления, на спросе. А учитывая то, что Китай является одним из ключевых потребителей золота, собственно, наравне с Индией, я считаю то, что тактически есть серьезная предпосылка для еще большего ослабления золотого актива. Поэтому, если завтра, опять же, мы увидим слабый отчет по производственной активности, золото снова окажется под серьезным давлением. Плюс ко всему, против золота действует, опять же, и сила американской валюты, потому что мы готовимся к повышению процентной ставки. Как только это произойдет, разумеется, из-за укрепления позиций доллара, золотой актив получит еще один серьезный сигнал и медвежий импульс для еще большей коррекции. Но и не забывайте о том, что за последние годы, особенно с 2013 года, интерес к золоту как защитному активу явно пропал. Потому что золото зарекомендовало себя не с самой лучшей стороны. Люди верили в этот актив, собственно, даже с точки зрения гражданской позиции, повышенного спроса на физический металл. Я помню, что был ажиотаж, когда, собственно, золотом стали закупаться все от мала до велика после краха Лемон Браза с 2008 года. Думали, что этот актив окажется выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию, пойдет выше 3 тысячи, 4 тысячи, потому что вроде бы как это, наверное, тот актив, который будет в цене вечно. Но в 2013 году ситуация резко изменилась, и золото практически с уровня 1800 долларов за тройскую унцию просело до тех уровней, на которых практически мы наблюдаем сейчас, потому что видим, что золотой автик никак не может оттолкнуться с локального дна и, соответственно, продолжает торговаться вновь с понижением. А трейдеры сейчас не верят в золото, потому что находят на рынке более интересные финансовые активы, которые помимо номинальной стоимости еще могут похвастаться и доходностью в виде процента либо дивидендов. Поэтому про защитные свойства сейчас этого инструмента говорить не будем, а просто давайте констатировать те тенденции, которые присутствуют на рынке, и они явно располагаются к тому, чтобы долгосрочно, активно делать селл и в отношении этого актива. Если ситуация изменится, я, разумеется, об этом сразу же сообщу. Идем дальше. Европейская валюта продолжает торговаться рядом с уровнем 1,1250, но в целом можно сказать, что держится в уровне 1,12. Действительно, все будет зависеть от дальнейших макроэкономических отчетов, которые реально создадут условия для, возможно, более выраженного тренда. Мы также предполагаем, что европейская валюта может еще серьезно просить, потому что, опять же, достаточно аргументов и факторов, указывающих на то, что наша позиция верна. Это ожидание новых мер экономического стимулирования. В этот раз, разумеется, следим за данными по инфляции. В частности, сегодня этот отчет будет опубликован по еврозоне в 12.00 по московскому времени. Есть вероятность увидеть снижение показателя в месячном эквиваленте, что в целом, наверное, подстегнет активность Европейского центрального банка по вербальной активности касательно анонса более агрессивного выкупа активов. На это мы делаем ставку уже очень давно, потому что прекрасно понимаем, что прежних объемов их уже, как таковых, недостаточно, чтобы разогнать индекс потребительских цен, низкие значения которого, наверное, создают, может быть, одну из самых серьезных угроз для экономики еврозоны, потому что из-за этого страдает потребительская активность. В общем, вчера у нас были данные по индексу потребительских цен в Германии, ведущей экономике валютного блока. Отчет плохой, минус 0,2%, то есть фактически уже дефляционная зона против прогноза сокращения на минус 0,1%. Думаю, что в целом этот отчет можно использовать в качестве предварительной подготовки к не менее слабым данным касательно динамики роста цен в рамках всей еврозоны. Поэтому от сегодняшнего отчета я ожидаю снижения, и если это будет подтверждено статистикой, значит, уже можно будет готовиться к новым спекуляциям на тему расширения программы количественного смягчения, и, разумеется, можно будет делать статистическую ставку на еще большее ослабление позиции главного валютного риска. Вчера также вышли данные по индексу потребительской активности, он, в принципе, так и остался в отрицательной зоне, что в целом, наверное, с прошлой оценкой от Института СИУ указывает на то, что потребители не особенно-то стараются позитивить, скажем, в отношении перспектив экономики валютного блока, потому что прекрасно понимают, какие риски сейчас характерны для нее, да и, в принципе, видят, что происходит с экономикой. И последние макроэкономические данные, они явны тому на подтверждение. Идем дальше. Доллар японская иена. В частности, по евро-доллару, напомню, что наша цель остается прежняя, это 1.10. Доллар японская иена консолидируется рядом с уровнем 120, но поскольку мы уже предвкушаем очень сильные макроэкономические данные американского происхождения, разумеется, делаем ставку на то, что доллар может получить абсолютно оправданную фундаментальную поддержку от американских статистов. В частности, ждем сегодня в 15.15 по московскому времени данные по изменению числовых на занятых от ЭДП. Судя по прогнозу, ожидается, что за прошлый месяц прогнозируется, экономика США прибавила 195 тысяч новых рабочих мест. Очень хороший показатель. Если, соответственно, он будет по факту рядом с этими значениями, значит, у доллара может появиться очень хорошая фундаментальная предпосылка для усиления собственной стоимости. Тем более, что этот отчет будет готовить нас практически к аналогичным данным уже от официального бюро Министерства труда. То есть, эти данные выйдут уже в пятницу. То есть, это отчет Non-Farm Perils, с которым будет, разумеется, приковано еще большее внимание. Также стоит отметить, что за последние несколько недель существенно возросла активность вербальных словесных риторик со стороны руководителей региональных отделений Федеральной резервной системы. Буквально две недели назад мы следили за комментариями Лекера, Булларда, также оценивали позицию заместителя председателя ФРС Жанна Тьерин Айфишера. И в целом, через медианную оценку, можно сказать, что эти представители указывают на необходимость прям немедленного повышения процентной ставки. В этот понедельник мы отслеживали за комментарии других руководителей региональных ФРБ, в частности, Дадли, который констатировал очевидный прогресс на американском рынке труда и недвижимости. Я отметил, что американская экономика также готова к повышению процентной ставки. И еще, Вильямс, который оценил перспективы ужесточения монетарной политики через текущие показатели по инфляции и экономические риски, связанные с глобальными трендами. В частности, данные по инфляции стабильные, верит в то, что в перспективе полутора-двух лет этот показатель сможет в рамках США добраться до целевого значения в 2%. И что касается глобальных рисков, он, в принципе, повторил слова Фишера касательно того, что американская экономика, принимая решение о нормализации денежно-кредитной политики, должна руководствоваться исключительно национальным внутренним макроэкономическим фоном, потому что решение о повышении ставки носит стимулирующий и поддерживающий эффект, прежде всего, для американской экономики. По этой причине риски глобальных угроз, внешние риски, их сейчас лучше игнорировать и отталкиваться только от внутренней фундаментальной картины. Поэтому он также выступает за необходимость повышения процентной ставки. Я уверен, что фокус, скажем, мнений в сторону ужесточения курса уже смещен, опять же, в пользу повышения процентной ставки, поэтому октябрьское заседание будет очень интересным. Напомню, что до конца этого года пройдет еще два заседания, вот октябрьское и, соответственно, декабрьское. Но, быть может, это долгожданное событие будет анонсировано на рынке вот уже в самое ближайшее время, то есть меньше, чем через месяц. Соответственно, мы продолжаем верить в силу американской валюты и отпечатать хорошие возможности для таких стратегических покупок доллара. Наш традиционный валютный тандем против японской иены. Особенно здесь еще преимущества, созданные очевидным контрастом монетарных политик между ФРС и Банком Японии, которые до сих пор подумывают о возможности более агрессивного выкупа актива, то есть его расширения программы количественного смягчения. USD иена. Ждем, в общем, закрепление выше уровня 121.50 и движение, собственно, этой валютной пары в район 125. Если сегодня еще и EDP подогреет интерес к доллару, может быть, пара сможет преодолеть уровень 121 уже к концу сегодняшней торговой сессии. Что касается британца, цели, в принципе, у нас неизмены. Прежние ждем снижения пары фунт-доллар ниже уровня 1.51.50 и движение в район 1.50. Фундаментальный фонд пока не изменен. Мы, собственно, обращаем внимание на прежнюю фундаментальную слабость. Не буду повторять все прошлые слабые макроэкономические данные. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, даже глядя на текущие ценовые динамики фунта, что ситуация в рамках британской экономики складывается не самым лучшим образом. В общем, ждем уровень 1.50 по-прежнему. USD, то есть доллар против шлицарского франка. Актуальная котировка 0.9720. Напоминаю, что наша цель касательно возможности достижения паритета остается в силе. Если доллар сможет получить поддержку от сильных данных по американскому рынку труда, значит, эта цель будет действительно иметь все основания и шансы, чтобы оказаться реализованы уже до конца этого года. Остается до паритета уже меньше 300 пунктов. Еще раз напоминаю вам, что можно присоединиться к этой инвестиционной идее, поскольку оснований для ее реализации действительно достаточно. USDCAD. Актуальные котировки 1.3410. Стоит обязательно отметить канадцы сегодня, потому что канадская валюта сегодня является одним из фундаментальных героев, по сути дня. Выйдут данные по ВВП в 15.30 по московскому времени. Отчет даже по прогнозу обещает быть очень слабым. Поэтому, соответственно, на фоне реального падения инвестиций, капиталовложений, на фоне слабости экономического роста в целом, на фоне падения оцен на черное золото, очень много угроз и рисков создается для канадской экономики. Быть может, уже в ходе декабрьского заседания мы сможем увидеть, точнее услышать о еще одном снижении процентной ставки. Готовиться к этому можно уже сейчас, поэтому я считаю то, что USDCAD уже с текущих актуальных котировок, можно констатировать, уже практически добралась до нашей долгосрочной цели, обновленной цели, которую я обозначил в районе 1.35. То есть для тех, кто еще не присоединился к ней, есть возможность прокатиться еще на этом восходящем тренде. До этой цели, напомню, с учета актуальных котировок остается около 90 пунктов. Но 1.35 непременно, я думаю, с большой долей вероятности будет все-таки реализовано в качестве цели. Что касается кодового слова на сегодня, это ВВП. Все-таки также приурочим, давайте, к содержанию экономического календаря. Еще раз напомню, величина бонуса 7%. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их, разумеется, под видео окном на нашем официальном канале на YouTube. С радостью на них отвечу. Всего доброго, до свидания.